Уважаемые любители спорта! Этим летом топ-команды массово приобретают молодых футболистов из не самых известных клубов. Многие из них наверняка получат место в составе и шанс проявить себя на самом высоком уровне. Информация о них давно мелькает в новостных лентах, но о главном многие до сих пор не знают. Как они играют и в чем их сильные и слабые стороны на футбольном поле? Давайте разбираться вместе! А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? А теперь продолжим! Лукаевич Он очень рано дебютировал во взрослом футболе, прошел через Белградское дерби, но не смог проявить себя в Бенфике. Был слишком юным. Все сложилось у него в Айнтрахте под руководством нынешнего тренера Баварии Никаковича. Сменивший его Адди Хютер еще больше развил талант Луки. Йович – классический страйкер, работающий в штрафной. Благодаря мощному телосложению он при росте в 181 сантиметр здорово ведет единоборство и укрывает мяч корпусом. Все свои 17 голов в прошлом розыгрыше Бундеслиги он забил из пределов штрафной. Кстати, наши надежные друзья из OneX предлагают широкую линию для всех любителей спорта. Настоящие профессионалы своего дела. Все быстро и качественно. А также много приятных бонусов по нашему уникальному промокоду. Вся информация под видео. Если он продолжит играть в том же духе, то станет футболистом мирового класса. Лука может забивать и правой ногой, и левой. И головой – совершенный форвард, говорит Никакович. Чтобы понять манеру игры Йовича, достаточно посмотреть подборку его голов. Минимум лишних движений, максимум эффективности – это его стиль. Йович – настоящий охотник. Он забивает в четырех моментах из пяти, говорит Ади Хютер. Футбол у него в генах. Это уличный футболист, у которого есть все качества, необходимые форварду. В первую очередь техника и поставленный удар с обеих ног. Рассказывает бывший партнер Йовича по Айнтрахту Кевин Принц-Баттенг. Сам Лука говорит, что его главный кумир – Радамель Фалькао. Раньше на страничке в Фейсбуке после собственного имени у него в скобках стояла фамилия Колумбийца. Сейчас можно легко провести аналогии с Радамелем. У них, правда, есть много общего. Не самая высокая скорость, которую они компенсируют выбором позиции. Высоким процентом выигранных единоборств и голевым чутьем. Сейчас Йович сосредоточен на своем прогрессе. И в течение нескольких лет может вырасти в сильнейшего центрального нападающего Европы. Ферлан Минзи В 24 года у игрока подозрение на хронический артрит. Страшный для любого спортсмена диагноз, который равносилен завершению карьеры. У Реала были поводы для опасений. В 14 лет Минзи получил травму, занес инфекцию и имел серьезные проблемы с тазобедренным суставом. Речь шла об ампутации ноги. Полгода он передвигался на инвалидные коляски и заново учился ходить. Но Ферлан справился и снова начал играть в футбол. В прошлом сезоне он получил рецидив, но вернулся в строй. К счастью, ничего страшного при медицинском осмотре обнаружено не было, и контракт был подписан. Что касается игрового стиля Минзи, то он очень похож на своего конкурента Марсела. Только он одинаково хорошо работает как левой ногой, так и правой. Да, пока Ферлан не так силен в игре в атаке, как бразилец. Может, немного проигрывает в технике, зато невероятно быстро и гораздо надежнее при игре сзади. Минзи совсем немного превосходит Марсела по числу ключевых передач за игру. 1,4 против 1,3. Имеет чуть лучшие показатели по игре в отборе. И что самое интересное, в два раза превосходит Марсела по числу обводок за матч. 2,8 против 1,4. Ферлана можно назвать классическим бегунком, который закрывает всю бровку, но его потенциал развития куда выше. Главное, чтобы травмы обходили стороной. Жоау Филиш Футболисту хватило неполного сезона, чтобы Атлетико выложил за него 126 миллионов евро, оформив рекордный трансфер в своей истории. Дело в наборе уникальных качеств, которые делают его таким востребованным. Жоау играет на позиции нападающего, но на деле его функции немного другие. Выделим пять особенностей, делающих его уникальным. Первое. Филиш исполняет ложную девятку, то есть оттягивается вглубь поля в поисках мяча и разрезает оборону проникающими передачами. Здесь Бенфика заработает пенальти, который Филиш реализует. Второе. Он не привязан к позиции нападающего и принимает мяч как атакующий полузащитник. Жоау умеет не только вскрывать защиту пасом в разрез, но и имеет поставленный дальний удар. Третье. Филиш прекрасно открывается за спину сопернику. Он в нужный момент стартует из опорной зоны в свободное пространство и благодаря роскошной скорости постоянно выходит на ударную позицию. Четвертое. Футболист, несмотря на не самый высокий рост, 180 сантиметров, неплохо действует на втором этаже. Прыжок, резкость и выбор позиции делают его полезным и в этом компоненте. Пятое. Спортсмен здорово выбирает позицию в чужой штрафной и вырывается из-за спины защитников. Это то, что мы называем голевым чутьем. На выходе получаем форварда с невероятным набором характеристик. Он и правда чем-то напоминает игровым интеллектом Антуана Гризмана, но для достижения нужного уровня Симеоне еще предстоит как следует с ним поработать. Жоау Филиш. Уникальная смесь скорости, техники и игрового интеллекта. Впервые за очень долгое время в Португалии появился игрок с такими задатками. Сам Криштиану Роналду восторгается им на тренировках сборной. Родри Атлетико совсем недавно объявила о переходе Родриго в Манчестер-Сити. Горожане выплатили сумму отступных в 70 миллионов и приобрели игрока, которого очень хотел видеть Гвардиола. Желание испанца добавить в свою команду такого футболиста легко объяснить. Пеппу нужна долгосрочная замена Фернандиниу, которому исполнилось 34. Гвардиоле нравится бразилец, но тот не совсем подходит под определение опорника, которого тренер хочет видеть в своей команде. В Барселоне и Баварии у Пеппа были Бускетс и Хаби Алонсо — футболисты с исключительным интеллектом, которые определяли стиль игры в центре поля. Фернандиниу при всех его талантах и работоспособности до этой роли не дотягивает. А вот Родри грозится вырасти в выдающегося игрока. Прошлым летом Атлетико взял его у Вильяреала за 25 миллионов евро. За год Родриго поднял свою стоимость до 80 миллионов и стал ключевым игроком для Симеона. Если вы взглянете на его игру, то можно подумать, что перед вами Бускетс в красно-белой полосатой футболке. Родри такой же высокий, щуплый, нескоростной, но невероятно умный футболист, который исключительно грамотно действует в опорной зоне. Понятно, что пока до уровня Серхио он не дорос, но произойти это может в течение ближайших сезонов. В общем, те, кто внимательно следят за футболом, возможно, скоро оценят, как преобразится Сити с приходом этого игрока. Эден Азар В отличие от других парней из этого списка, Азар давно в топе и все знают, в какой манере он играет. Но давайте попробуем переложить его стиль игры на Реал и представить, как он будет играть на Барнабеу. Для начала обозначим, Азар не будет равным Роналду. Если вы ждете от него по 40-50 голов за сезон, то зря. Эден — игрок совершенно другого склада. Своей главной задачей он видит помощь партнерам и улучшение игры в атаке всей команды. «Я часто спрашиваю, что могу сделать, чтобы стать ближе к Месси и Роналду и забивать по 50-60 голов за сезон», рассказывает Азар. «Я осознаю, что никогда не буду истинным бомбардиром. Думаю, сейчас, чтобы выиграть золотой мяч и другие награды, нужно быть эгоистом. Я просто не такой. Не могу таким стать. Это, наверное, из-за моего характера». Особенность Азара — это смещение с фланга в центр по диагонали и стягивание соперников на себя. Таким образом, Эден открывает пространство партнерам и уже по ситуации ориентируется. Либо идет в дриблинг дальше с выходом на ударную позицию, либо отдает передачу. В этом исключительность Азара. Он идеально понимает, когда нужно взять игру на себя, а когда — отдать партнеру. В итоге, как с его приходом изменится игра Реала? Скорее всего, Азар займет позицию левого форварда в 4-3-3. С точки зрения стиля мадридской команде точно придется отойти от постоянных навесов. Эден не создан для такого футбола и обеспечит Реалу креатив у чужой штрафной. То, чего так не хватало команде в прошлом сезоне. Очень перспективно и видится их связка с Модричем и Кроусом. С игроками такого формата Азар чувствует себя комфортнее всего и любит разыгрывать с ними комбинации. Если Зидан все правильно настроит и решит проблему с подстраховкой Эдена на фланге, то получит игрока, который изменит Реал и сделает его гораздо более креативным и изобретательным. Эден Азар — гений. И даже без большого числа забитых мечей он будет лидером атаки. Просто кардинально изменит стиль Мадрида. Уважаемые зрители, ставьте лайки и пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат видео. Если да, то мы сделаем вторую часть, где расскажем о других малоизвестных новичках топ-клубов в это трансферное окно. Деликте, Пулешиче, Милитау и других. Заранее спасибо. А далее по традиции вопрос. Отец Луки Йовича тоже играл на профессиональном уровне и даже засветился в одной из лучших команд России. Друзья, в каком клубе он играл?